Дуэт. Дуэт. Леонид Ермольник, Сергей Соловьёв. На самом деле, мы бы ответить, дорогой, переставшиеся. Вы знаете, мы вас долго утомлять не будем. Мы вот с Сергеем Санычем поговорили. Я вообще поразился. Я простоял в пробке, приехал позже и подумал, что какой популярный ресторан, битком народу и где-то наш столик. Придусь вам. Он первое, что меня спросил, а где мы сидим? Я увидел Серёжу, Данну, Нину и думал, где-то мы там в уголочке. Я опоздал, поэтому не сомневаюсь. Я могу сказать только одно, что... Это замечательно, самое замечательное, что вас так много. Дело в том, что при Лёне я уже почти 4 года снимался у Германа. Трудно быть богом. Я когда приехал как-то в Петербург... Вот это я жалею сейчас, что это не записывается, потому что, знаете, все отдыхают, любой шоу-мир отдыхает. Я уже 3 года при Лёне сюда... И меня поселили в гостинице Невский Палас. Ну и всё, у меня ничего, но поселили меня и поселили. Там кровать, там беда, ещё что-то. Ну и я живу, сей живу. Вдруг приходят страшно напуганные горничные и говорят... Быстро-быстро-быстро-быстро-давайте мне ваши вещи, быстро-быстро-быстро-быстро. Мы переводим вас в другой номер, быстро-быстро-быстро. Я говорю, что случилось? Ермольник нас так ругал, когда узнал, куда мы вас посетили. Я говорю, какой Ермольник? Ну Ермольник, у нас один Ермольник, он 4 года здесь живёт. Это иностранный отель, но в Питере, но иностранный. Они собирались там, какой-то немец или австряк, они собирались на 519 номере, я помню номер, вались в мемориалку. Здесь много лет жил и снимался у Ермана артист Геонид Ермольник. Это так, да. И потом, вот знаете, это действительно какая-то черта по-настоящему хорошего человека. Вот Алексей Юрьевич Герман был моим товарищем. Алексей Юрьевич Герман был моим просто очень близким, хорошим товарищем. Ну как, ну там он был гений, он великий человек. Действительно великий человек, картина у него последняя великая. Там Лёня снимался 24 года. Всё ясно, всё ясно. Ну вот, опять, понимаете, вот я про Алексея Юрьевича вот ничего толкового, такого серьёзного сказать не могу. Потому что он мне однажды позвонил, уже незадолго перед смертью, по телефону позвонил и говорил. Причём он нам серьёзнейше говорил. Ну это Алексей Юрьевич Герман тоже. Первый серьёзный человек в мировом кино. Позвонил, говорит, слушай, у меня к тебе есть просьба. Ты не знаешь человека, который... Они, наверное, лет 9 уже снимали здесь. Не знаешь человека, у которого... Серьёзно, это не шутка никакая. У которого длина рук, вообще, так сказать, постановка тела, головы была бы очень похожа на Ярмольника. Но это было бы не Ярмольник. Я говорю, чего? Мне всё это надоело. Мне всё это надоело. Другое слово. Да. Мне всё это надоело. С буквы О. С буквы О. Ты понимаешь? Он не... Он не... Он не отдаёт всего себя в картине. Он отдаёт частично. Я хочу найти такого Ярмольника. В то время уже ничего не оставалось. Да. Я хочу найти такого Ярмольника. который отдавал бы всего себя. Вот такие были придурки. Это я вам говорю в очень хорошем смысле. Да. Лёня, конечно, Филатон. Вот кто меня спросит. Ну, конечно, придурок. Феноменальный придурок. Исключительный. Прекрасный. Городской сумасшедший. Городской сумасшедший. Который меняет жизнь горда и страны в целом. Настоящий городской сумасшедший. Без которого город чахнет, тухнет. Вообще, так сказать, превращается в, можно сказать, что... Так же, как Лёша Первый. Да. Абсолютный городской сумасшедший. Но гений. Понимаете? И без него жизнь мирового кино скучная, тупая жвачка. Давайте вот мы выпьем за... Подожди. Можно я тебя перейду? У нас шелкебарная конференция. Учили, учили. Репетировали. Три дня ты реплику подарёшь? Давай. Я почему вспомнил про все три года, когда Лёня... Я всё время приезжал со съёмок, перерывал съёмок. Мы были большие, поскольку это Герман, он заболевал, он не хотел снимать. И я, Лёня, естественно, в подробностях рассказывал чуть ли не каждый съёмочный день. Им было очень интересно. Но я вам скажу, чего мне никогда уже не хватит в жизни. Потому что для меня самое главное было сняться в этой картине, чтобы Лёня посмотрел и сказал мне, что это за кино. И это уже никогда не будет. Вот в чём весь ужас. Ну я тебе скажу. Ты скажешь, ты скажешь. Ты всё-таки... Ну, я не знаю. Конечно, скажешь. Скажу, скажу. Да. Мне уже один человек сказал, кто твой приятель, коллега есть, твой знакомый, Паша Лунгин. Зачем? Знаешь, что ты мне сказал? Лунгин... Я догадываю, не надо. Я скажу. Он посмотрел... Андрей Плахов устроил первый такой закрытый показ в Ролане на открытии фестиваля Эйфория. И я видел, что Паша туда пришёл, Лунгин. И потом он мне... Я представил картину и уехал. И часа через три с половиной четыре звонит мне. Паша Лунгин говорит. Лунгин, ты думаешь, тебе больше не надо сниматься? Ты классик. Ты испортишь от себя впечатление. Я всё-таки предлагаю, поскольку это филатовский день рождения, закончить анекдотом. Нам только что с Серёжей за кулисами, там, в комнатке, рассказали анекдот, который, я считаю, лучше из тех... Нет, ты мне не про тот подумал. Я, конечно, могу ругаться, мне просят, нет. Я тут другой расскажу. Вот тот, который... Это лучше, потому что он, как бы... И очень жаль, что нет Лёни, потому что он порадовался бы этому анекдоту ночи, любил анекдоты. Так вот, вопрос такой. Чем отличаются Олимпийские игры в 80-м году в России? А, рассказывали уже? Нет. От Олимпийских игр в Сочи. Там Мишку выпустили в конце, а здесь в начале. Здоровья, кто выжил, в общем, за Лёнину память и за здоровье всех, кто вы любил. А ты ещё не видел? Сергей Соловьёв. Леонид Ярмольев. Мы просто прости, но у нас сегодня ещё 4 корпоратива. Мы работаем как пара, много лет. А вот это качан, который не принёс виски. Я в конце думал, не принестили тебе еды и всё. Потому что так. Ну, мы много времени, мы вас не займём. Начал с этого. И пока не рассказал свою биографию. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok